МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Облдума закупает для депутатов кухни, а спикер единолично принимает решение, нарушая регламент. Тройное счастье! Врачи перинатального центра провели уникальную операцию по спасению тройняшек. Нелегкий год. Региональное отделение партии Родина подвело итоги политической деятельности. Отдать активы государству. Озвучен вариант решения проблем волгоградских предприятий. Неэффективным собственникам волгоградских предприятий, которые не способны или не хотят развивать свои производства, предложили передать активы в собственность государства. Либо это люди, которые не хотят развивать производство, либо те, кто вредит развитию. И давайте это слово не бояться. Вредит развитию Российской Федерации и промышленности Российской Федерации. Не способен управлять комплексом. Там есть люди, которые на сегодняшний день работают, должны получать заработную плату. Отдайте нам, отдайте нам госсобственности. Поводом для таких заявлений губернатора стала ситуация, сложившаяся на волгоградском заводе буровой техники. На протяжении последних полутора месяцев завод простаивает. Долги по заработной плате растут. Кредиторская задолженность оценивается в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Рабочие предприятия, которые 8 месяцев не получают зарплату, на прошлой неделе провели одиночные пикеты, требуя от собственников действий и участия в судьбе завода. Волгоградской областной думе спикер Николай Семисотов нарушил регламент ЗАГС Собрания. Семисотов единолично подписал важный документ распоряжения о структуре и штатной численности аппарата структурного подразделения думы. В повестку дня заседания думы в раздел «Разное» был внесен проект постановления об аппарате Волгоградской областной думы. За этот и другие документы нардепы голосовали пакетом. Так что никто и не уловил нюанс, что важное решение принимается единолично спикером и вступает в противоречие со статьей 55 регламента. Еще о новостях регионального парламента. Государственными нуждами Волгоградской областной думе посчитали закупку трех новых комплектов кухонной мебели в служебные квартиры депутатов. Согласно сайту госзаказов, на эти цели выделено более 180 тысяч рублей. Тяжелое для бюджета время на себе облдумы не экономит. Кроме тратно-бытовое обустройство, предусмотрены миллионные расходы на освещение деятельности депутатов в СМИ, на организацию приемов с изысканным меню, на сотовую связь со всей планетой. Кроме того, заявления о намерении сэкономить на денежном содержании депутатов оплощаются не в полном объеме. Так было объявлено о том, что депутаты, работающие в Думе на непостоянной основе, не будут получать зарплату. В конечном итоге им выделяется компенсация от 20 до 40 тысяч рублей. А зарплата работающих в рекпарламенте на постоянной основе порядка 100 тысяч рублей. Сегодня региональное отделение партии «Родина» подвело итоги уходящего года, который был нелегким. Выводы из событий уходящего 2014-го родинцы сделали первыми среди других политических объединений Волгоградской области. Главная задача, которая была поставлена перед партией, баллотироваться в депутатах муниципальных образованиях, поселениях и областной думах. Было выстроено и приняли участие 175 человек, кандидатов. Это по численности мы занимаем второе место после партии власти. Пришли простые граждане, жители региона. И по сей день вступают в ряды партии «Родина». Активистам сегодня были вручены почетные грамоты, а пополнившим ряды рекотделения – партийные билеты. Уникальную операцию по спасению тройни провели врачи Волгоградского областного перинатального центра. Крохи появились на свет на 20 недель раньше срока. Спасти всех троих малышей в нашем регионе удалось впервые. Это первая тройня с таким сроком, когда мы смогли детей дать всех трех живых. Это единственный у нас случай. Я думаю, что он единственный пока в Волгоградской области. Все три девочки – Софья, Елизавета и Александра – уже дома. Их маме Елене приходится непросто, но помогает муж, который поддерживает супругу во всем. Надеялись, что у нас будет счастье, но не знали в каком количестве. То, что в тройном, конечно, не ожидали. Но этому счастью не суждено было бы осуществиться, если бы не врачи перинатального центра. С ними было не страшно, с ними было надежно. Детей Чита Сидорина их хотела давно, но лишь через 14 лет совместной жизни им улыбнулось тройное счастье. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова